Значит, сейчас у нас будет практическая некоторая часть. Смотрите, есть два сайта, которые я вам покажу. Первый сайт называется qrz.ru, а второй сайт называется qrz.com. Это базы данных радиолюбительских позывных. Поэтому вот эти ноутбуки, которые лежали здесь на столе, вот, как говорится, если ружье висит на стенке, то в конце пьесы оно должно выстрелить. Он же не зря здесь стоял, да? Значит, давайте мы попробуем включить наши ноутбуки. Да, они на линуксе, да. Ага, хорошо, замечательно. Так, значит, надо открыть два сайта. Какие сайты? Они у нас здесь указаны. Первый и второй сайт надо открыть. Откроем оба из них? Откроем оба из них. Так. Так, а я вот вам специально даже тут такую карточку подкину. О, сейчас где-то, где-то, по-моему, вам было. Во, видите? Это вот итальянская радиолюбительница. То есть девушки и женщины тоже в эфире работают. Не так часто, но они бывают. Так, смотрите, задание будет следующее. У нас есть с вами табличка. Вот такая табличка. Значит, надо попробовать, ну, не знаю, получится пять сделать. Было бы здорово пять. Ну, хотя бы три, например. Три карточки надо декодировать. А, то есть нам надо всеми, все? Да. С этим карточкам, да? Да, которые я вам выдал. А на сайте вы можете, собственно, смотрите, ваше задание такое. Надо найти страну и город, и как зовут оператора. Так, вы можете его сюда ввести и проверить. Кто это? А позаблирует поиск. Да, 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 да. Значит, здесь поле поиска. Поле поиска по-английски callsign. Поле поиска по-английски callsign.